ВОСТРЕБОВАННЫЙ ВЛЮБОЕ ВРЕМЯ Здравствуйте, Антон. Рад вас видеть. Здравствуйте. Такой вопрос, с чего начинали свою работу вообще? Наверное, с идеей какой-то, с придумки. А что это была за идея, придумка? Да, на самом деле, было все просто. Пробовал разные направления, и здесь получилось как бы в одном направлении с пяти, и решил просто дальше его пробовать, развивать. То есть как бы не было никакой цели именно заниматься дезинсекцией на самом деле. А вот какая была идея изначально, может быть? Идея услугами. Просто, по сути, могу заниматься разными услугами, мне это интересно, и дезинсекция просто так и подвернулась, можно сказать. Случайно? Случайно. И вы начали развивать? Да, да. А вот в период пандемии, да, сейчас немножечко пошло на спад вся эта ситуация, как-то перестраивать пришлось налаженный бизнес, потому что, я так понимаю, он немножко раньше появился, или он как раз появился в период пандемии? Как это было? Ну, на самом деле, как бы он не связан с пандемией определенным образом. То есть под пандемию он никаким образом не подстраивался. Но то, что если иногда звонили люди и просили обработать какие-то помещения, ну, это прям разовые акции, а так это просто чисто случайное совпадение. Поэтому появился бы этот бизнес в пандемию, либо до пандемии разницы никакой нет. Но вообще сложно было его каким-то образом развивать или сохранять в период пандемии, или ничего, в общем-то, не изменилось с того момента, как вы создали его? Да, на самом деле, как бы сложности не было, потому что я до этого пять лет занимался другим бизнесом, связанным с услугами. Здесь, по сути, та же самая услуга, только другая абсолютно. И это все те же самые цифры, показатели и какая разница этим заниматься. Просто появилась дезинсекция как бы на горизонте случайным образом. Решил попробовать заняться, получилось. А что вы говорите обрабатывали, вас приглашали? Да, мы обрабатывали подвалы, там, магазины, подъезды приглашали обрабатывать, также от насекомых. А вообще, насколько сложно заниматься дезинфекцией или дезинсекцией, как вы говорите, как-то правильно? Как это вообще работает? Ну, здесь нужно просто понимать, как нужно обрабатывать правильно, где там осматривать правильно здание, помещение, какие препараты использовать, через какой промежуток времени. То есть, это, определенная тоже есть в этом наука. Вот. Даже наука? Ну да, да. Ну вот, какой-то пример приведите. Ну, мне кажется, не стоит эти примеры рассказывать. Слишком они какие-то жесткие? Слишком, да. Просто если рассказывать на примерах конкретно, то, если мы, например, приходим, допустим, в какое-то помещение, там очень-очень много насекомых, они с первого раза не выводятся. То есть, это 2-3-4 обработки, может быть. Там есть определенные, там, препараты с определенными, там, соединениями. И нужно, как бы, соблюдать определенные дозировки. Так же, чтобы это потом все вывелось. И также потом запечатывать эти помещения, чтобы они заново не повесились. Как бы это не просто так. То есть, это достаточно долгий процесс, да? Вот так не с первого раза это все. Я бы сказал бы даже не то, что долгий, он более, наверное, внимательный. То есть, как бы, здесь нужно внимательно подходить к некоторым мелочам. А где берете сотрудников? Ну, мне кажется, это не очень такая работа, знаете, на которую рвутся люди. Да, знаете, на самом деле, эта работа ничем не отличается от того, чтобы, ну, не знаю, электрик, например, там, сантехник, например, какой-нибудь мастер по ремонту. Это человек выполняет услугу. То есть, как бы, ну, конечно, это можно представить. То, что вот там тараканов обрабатывать, там, противно. Угу. Ну, ты ходишь в костюме защитном, в защитной маске, в перчатках, как бы. Ты с ними вообще никак не соприкасаешься, получается? Не соприкасаешься. И бывают даже случаи, когда ты их даже просто не видишь. Они просто потом со временем выползают, дохнут, как бы, как-то так. Угу. В этом нет ничего зазорного. Это кажется просто так на первое время. Ну, то есть, на самом деле, люди есть, которые идут туда с удовольствием на эту работу. Можно так сказать даже. Да, да. У кого-то это призвание. Люди, которые у нас работают, некоторые, они работают в этой профессии, там, по 10 лет, например. Угу. То есть, ну, просто интересно. Понятно. Ну, мы уже сказали, да, что вы боретесь с насекомыми. Бытует такое мнение среди обывателей, но я просто не могла не задать этот вопрос, что дезинфекторы или дезинсекторы, как вы говорите, сами подбрасывают тараканов в помещение, чтобы на этом потом заработать. Такое вообще возможно? Давайте так логично представим то, что чтобы обратились именно к вам на данном конкурентном рынке, это с какой процентной составляющей к вам обратятся. То есть, если есть объявления везде, и в интернете, и в подъезде, например, и просто знакомые, и сарафан. То есть, как бы, одни дезинфекторы подбросят, я не знаю даже, и еще нужно, чтобы они попали, я не знаю, именно таким образом, чтобы они еще размножились, подождали там, я не знаю, два месяца, условно говоря, и чтобы обратились именно к ним. Ну, это бред какой-то полнейший. То есть, это говорят люди, которым, не знаю, неохота обрабатывать самим, неохота следить за чистотой помещения дома, и им проще всего сбросить ответственность на кого-то, чем нежели взять ответственность на себя и вывести насекомых из дома. Вот и все. Бред полнейший. Ну, то есть, даже тех же тараканов их подбросить невозможно. Нет, конечно. То есть, как бы, их можно просто с ними, допустим, были случаи, с одного дома в другой дом переезжали, когда, допустим, они там с вещами затащили. То есть, как бы, такое было. Это сами люди, получается, да? Сами люди затаскивают. А не то, что кто-то пришел дяденька со стороны, да, с коробком спичек и выпустил там 10 штук. Конечно, да. А вообще, на самом деле, Антон, благодарят вас за работу, ну, лично вас, может, ваших сотрудников, и что для себя, вот, что касается вашей работы, считаете таким комплиментом? Да, на самом деле, просто, когда люди говорят, то, что мы много лет не могли избавиться от данной напасти, как бы, то, что мы помогли, и то, что у них уже даже несколько месяцев их нету, это уже считается каким-то результатом. Потому что, на самом деле, эти проблемы, они сложно выводимы. То есть, любые, да? Вот любые, мы там говорили же, есть и там некие там клопы и все остальное. Вот видите, тут от типов насекомых зависит. Они по-разному вводятся, по-разному их нужно обрабатывать. То есть, разные совсем процедуры. Ну, спасибо, говорят. Говорят, говорят. И это лучший комплимент или какой-то еще? Да, какой может быть еще? Ну, я не знаю. Например. Мало ли. Сложно сказать. Может быть, что снова вас приглашают? Ну, давайте так подумаем. Если вдруг какая-то ситуация. Советуют кому-то. Советуют, скорее всего, советуют. Потому что, если приглашают, ну, значит, наверное, плохо сделали. Да, наверное, советуют. Потому что, если нас пригласят, там, не знаю, ну, когда пригласят. Через год-два, наверное, только, когда их не будет. Скорее всего, посоветуют. Своим знакомым, таких же, у которых, возможно, есть тараканы или клопы или прочие насекомые. Ну, у нас вот пандемия немножечко пошла на спад. Об этом мы уже поговорили. Но сейчас очередной, скажем так, непростой период для страны, период санкций. Стало сложнее вам работать? Да нет, на самом деле, не сложнее. Ничего не изменилось? То есть разницы никакой нет. Абсолютно нет. То есть разница может быть только в том, что повысились цены на какие-то определенные, там, моменты нашей работы. Серьезно повысились цены? Да знаете, может быть, процентов на 20 выросли цены. На какие-то моменты, там, на 30 процентов мы считали. То есть не критично, на самом деле. То есть это все же цифра, математика. Как бы смотришь, считаешь, где-то добавил, где-то убавил. Вы препараты какие-то иностранные используете или наши, российские? Мы используем препараты индийского производства. Вот сейчас мы начали рассматривать препараты российского производства также. То есть да, вот в этом, как бы, плане мы поменяли поставщика. Ну, опять же, Индия это не та страна, которая сейчас, там, как-то санкционная, да? То есть мы, наоборот, по-моему, с ними стали больше сотрудничать. Дело в транспортировке. А, вот логистика изменилась, и поэтому цены повысились. А для людей, как бы, ну, тоже приходится, да, каким-то образом, там, менять? Что менять? Ну, цены. Цены, да. Да. Вообще, что касается сегодняшнего дня, уверены ли вы в будущем? Как, ну, вы уже сказали, что дела, в принципе, обстоят совсем неплохо сейчас. В будущем конкретно чего? Компании? Да, вашего бизнеса, вашей компании. Может быть, я не знаю, вы в перспективе планируете что-то другое, там, какие-то планы свои. Ну, конечно, у нас есть несколько направлений сейчас уже, мы несколько направлений развиваемых. То есть, вы начинали с этого, а теперь уже хотите чем-то другим заниматься? Ну, да, как бы, на базе этого же направления. Ну, то есть, глобально что-то поменять в бизнесе вы не планируете? И на данный момент вы, можно сказать, устойчиво стоите на ногах? Ну, глобально нету никаких изменений, то есть, как бы, есть просто несколько направлений данной компании, которые мы также успешно развиваем. Угу. Вот и все. Какие планы на ближайшее будущее? Ну, если об этом, конечно, можно говорить. Планы? Планы расширять влияние, наверное, все-таки открываться в других городах. А вы сейчас работаете только в Барнауле? Нет. По Алтайскому краю, да? По Сибири. По Сибири работаете? А планируете работать более глобально еще? Да. Это основное что? Это основные планы. Угу. Вот с учетом вашего опыта, сколько вы, получается, уже в бизнесе работаете? Наверное, семь лет, восемь. Где-то так. Семь-восемь лет. И были какие-то у вас периоды, скажем так, когда вы были не очень довольны, как идет бизнес? Да. Полный, скажем так, выход из бизнеса, закрытие, кассовые разрывы. Было не очень весело. Угу. А как вы себя настраивали на то, чтобы, ну, все будет хорошо, и я буду заниматься чем-то другим? Кто-то помог вообще в этом? Кто-то… Да нет, на самом деле, если, как бы, кто-то поможет, наверное, сам-то не помешься все-таки вот этих всех моментов. Как это можно из этих ситуаций выбираться, как это делать? Ну, здесь самое главное, что это холодная голова, как бы, и четкие расчеты. Все. То есть, как бы, нужно посмотреть на ситуацию с другой стороны, взять вводные данные, какие есть, и без эмоций, как бы, рассчитать, что можно с этим сделать. В принципе, все. Угу. Сколько лет назад, вы говорите, такой у вас был, вот, сложный период? Перед началом пандемии. Ну, то есть, это, как бы, пандемии никак не касается, но период это был тогда. Ну, то есть, два года назад. Угу. И, собственно… Это был совсем абсолютно другой бизнес. Многие пострадали, да, вы, получается, переключились на другое и… Да. Да. И вам это даже принесло пользу. Да. Вот с учетом вот вашего вот этого семилетнего, восьмилетнего опыта, Антон, посоветовали бы вы сейчас тем, кто только, только, только сейчас, там, в период санкций, сложности в экономике, хочет открыть свой какой-то небольшой собственный бизнес. Стоит ли это делать сейчас? Ммм… А почему бы нет? То есть, заниматься можно хоть чем, хоть где, в любое время, в любой стране. Предприниматель – это же, как бы, человек, вот тот, который предпринимает действия, наверное, для зарабатывания, для устраивания чего-то для… Ну, то есть, как бы, это не зависит вообще ни от погодных условий, ни от страны, ни от курса доллара, ни от внешней, там, какой-то, внешней ситуации. То есть, нужно брать, подстраиваться под текущую ситуацию и просто ее выруливать в лучшую сторону. Угу. Как-то так, я считаю. А, ну вот, а если кто-то боится все-таки? Ну, пусть бы тогда и не лезет в предпринимательство, и все. То есть, те, у кого есть какой-то страх начать свое дело, все-таки просто лучше этим не заниматься? Ну да, пусть с нами будут работать, я так думаю. Ну, просто, а что они? Ну, если они пока не боятся, другой кто-то начнет делать. Вы страха никогда не испытывали? Ммм. Или было что-то? Было. Было? Было, наверное. Ну, вот если вам бы кто-то тогда сказал, слушайте, Антон, ну, боишься, давай не занимайся ничем. Иди в найм. Ну, я бы, наверное, это как вызов воспринял, скорее всего. Угу. Ну, то есть, все-таки, может быть, если даже вы сейчас боитесь, кто-то из предпринимателей, кто хочет начать, может быть, все-таки стоит попробовать. Я так думаю. Конечно. Ничего в этом страшного нету. Ну, надо просто, я думаю, взять какую-то сумму, возможно, какой-то промежуток времени определить, попробовать какие-то результаты с этого дела поймать. Положительно, отрицательно будет, без разницы. Попробовать второй раз что-то исправить, третий, пятый, десятый, если есть, конечно, желание этим заниматься. И вообще быть предпринимателем. Я желаю вашему бизнесу процветания. Спасибо, что вы к нам пришли. Спасибо. А я напомню, что сегодня мы говорили с Антоном Савранским, победителем регионального этапа конкурса «Молодой предприниматель России». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова